почти половина затрат россиян в апреле ушла на еду очень смешные цифры дают общие расходы домохозяйственных семейные расходы домохозяйства то есть это один человек от домохозяйства и 5 там 7 человек от тоже домохозяйства так вот средние расходы у них сократились до 56 тысяч 800 рублей где-то они такие средние расходы то видели странные ребята ну да там домохозяйство сечина тратит там триллиарда а остальные копеечку а в среднем получается у всех по 56 800 это упали а значит продовольствие составляет еда 26 тысяч в апреле этого года то есть мы будем считать 46 процентов вот пишут вот такие интересности ну я уверен что основная масса россиян вообще практически все тратит на еду и коммуналку то есть сто процентов там можно даже не высчитывать какие там домохозяйства какие-то недомохозяйства недодомохозяйства эксперты подсчитали как изменилась зарплата россиян за время пандемии у пятидесяти восьми процентов уменьшилась надо же мне надо быть экспертом чтобы сказать еще 39 процентов ответ что их заработка остался без изменений и всего три процента сообщили об увеличении зарплатных могильщики наверно кто еще там все эти категории работники похоронных всяких бюро да ну наверное мишутин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж прикольно да это похоже на берите все свои деньги готовьте в сыворотку от спины который 280 тысяч долларов стоит так и здесь большинство россиян не то что за рубеж в звенигород не могут доехать не то что за рубеж а он их призывает воздержаться молодец титул в докладе путину сообщила ста двадцати трех обращениях бизнесменов желающих вернуться в россию 1 2 3 вот когда я такие цифры вижу 1 2 3 я вот сразу не верю они его не искушенные цветов он не понимает что и так рукачь человеческая пишет и если вот анализирую что-то то сразу за такие цифры цепляюсь так может и пересчитывать бы не стал а так сразу 1 2 3 все сразу начинаешь перечить это самая реальная цифра которая в голове возникает из трехзначных да понятно то есть трехзначная цифра то сам самая реальная это 1 2 3 вот такие вот дела так что я вполне допускаю что это просто совпадение что есть 123 я даже уверен что и больше таких бизнесменов которые хотят вернуться в россию на самом деле они в россию хотят вернуться они что желают они что прекратили в отношении уголовные дела а уголовные дела за что возбудили за борьбу с путином да нет за какой-то примитивное хищение кто-то из бюджета украл там пару триллиардов кто-то кого-то там облапошил с какими-то строительствами да там с каким-то жильем кинул вкладчиков и так далее так дальше люди люди деньги зарабатывают трудятся то есть это почетно в путинском понимании поэтому я думаю что их разрешат вернуться и продолжать грабить разрешат хотя кого-то могут и обезжирить потому что денег в россии мало скажут если приедет и куда-то попробует вклиниться да ничего то новое там соорудить да или какие-то нычки свои вскрыть кубышки да но образно какие-то тайные структуры которые работают на него там а в общем-то попытается куда-то если вклиниться то там сразу всякие фсбшники налетятся это и бизнес ну я вполне допускаю что просто за прекращение уголовного дела отнесут этому титуалу денег нормально так и все но ничто же не хотят чтобы их ловили там по всяким за границам зачем это нужно тут на них адвокатов они потратят